Дорогие братья и сестры, откройте Евангелие от Луки, 9 главу. Мы приготовимся читать стихи с 18 по 26. Совсем недавно в одном из журналов я прочитал, что газета New York Times сообщила, что в Америке, в ее крупных университетах, переживает расцвет интерес студентов христианской веры. Вот такие центры, как Гарвард, Пристон, Беркли, отмечают, что очень много студентов изучает теологию, посещает чтения и семинары по религии и предпочитает жить в религиозном окружении. Очень интересная цифра, братья и сестры, 80% студентов верят в Бога. И еще более интересная цифра, две трети из них регулярно молятся. И каждый второй хочет духовно расти. И времена, когда верующие студенты презирались, а такие времена были где-то лет 15 назад, как говорят исследователи, безвозвратно канули в лету. Возросшая религиозность студентов очень отрадное явление. Элитная молодежь не хочет жить пустой жизнью. Она хочет иметь веру, которая привела бы ее в вечность. И, конечно, как обстоит дело с нами, с нашей Россией. Мы знаем, что с Россией дело обстоит из рук вон плохо. У многих вера очень поверхностная. Студенты в основном атеисты. Но мы должны вот что знать, что в своей вере мы должны быть математически точны. Знаете, когда посылают космический корабль в бескрайние просторы Вселенной, то ученые очень точно высчитывают траекторию, направление, скорость космического корабля. Они знают, что даже самая малая погрешность в вычислениях может привести к катастрофе. Погибнут люди, погибнет очень дорогостоящие оборудования. Так вот, траектория нашей веры должна быть очень точно рассчитана для того, чтобы ей успешно доставить нашу душу на небеса. Можно ли узнать о параметрах этой траектории? Можем ли мы с уверенностью утверждать, что вот наша вера приведет туда нас, куда мы действительно желаем попасть? Об этом мы прочитаем в Евангелии от Луки, 9 глава. 9 глава, с 18 стиха. В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их, за кого почитает меня народ? Они сказали в ответ, за Иоанна Крестителя, а Иные за Иоанн, за Илью. Другие же говорили, это один из древних пророков воскрес. Он же спросил их, а вы за кого почитаете меня? Отвечал Петр, за Христа Божия. Но он строго приказал им никому не говорить о всем, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать, и быть отверженному старейшинами, первосвященниками, книжниками быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что польза человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе. Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет в славе Своей и Отца, и святых ангелов. Братья и сестры, прочитан нами текст начинается очень интересным образом. И когда Он молился в уединенном месте, и ученики были с ними, Он их спросил, за кого почитает Меня народ. Вы видите, Лука ненапрасно упоминает, что судьбоносный вопрос о вере Иисус задал после молитвы. Очень часто именно после молитвы Христос принимал судьбоносное решение. Вы помните, что после молитвы Он избрал 12 апостолов, после молитвы Он умножил чудесным образом хлеб, после молитвы Он пошел по волнам бушующего Галилейского моря, после молитвы Он воскресил Лазаря, после молитвы Он пошел на Голгофу. Таким образом, самый важный вопрос Христос задает после молитвы. Значит, что на этот вопрос мы должны обратить самое серьезное внимание. Этот вопрос более важен, чем то, кто победит на президентских выборах в Америке или в России. Этот вопрос более важен, чем тот, случится ли когда-нибудь мировая война. И вот в этом тексте мы видим три составляющих спасающей веры. Три составляющих спасающей веры. Только та вера приведет нас на небо, которая признает мессианство и божественность Иисуса Христа. Итак, Иисус спросил учеников, за кого почитает Меня народ? И ученики отвечают, вот за того и за другого деятеля. И вы знаете, очень интересен факт, вот где произошел этот разговор о спасающей вере. Этот разговор произошел в Кесарии Филипповой. Это где-то на северо-восток от Галилейского моря, отложите 40 километров. И вот там есть такое место, в котором было разбросано 14 храмов, посвященных Богу Ваалу. Сирийцы очень чтили этого Бога. И не только, к сожалению, они, но и израильтяне нередко поклонялись этому Богу плодородия. Греки тоже это место любили, потому что там была пещера, в которой родился великий греческий Бог Пан, Бог всей природы. И в этой же Кесарии Филипповой Ирод воздвигнул храм в честь императора Августа. Его признавали римляне за Бога. И вот на фоне этого языческого великолепия, языческой веры, Христос задает ученикам вопрос, за кого меня почитает народ? Ученики ответили, что вот народ его почитает за Иоанна Крестителя, за Илью, за пророка Иеремию. И вы посмотрите, что вера учеников не определялась тем, что говорили о Христе окружение. Никакого влияния окружающей среды, влияния этого мира не прослеживается в вере учеников. Хотя народ очень рассудительно говорил, Иисус это пророк, но не это мнение, общественное мнение формировало веру учеников. Их вера формировалась иным образом. В этой вере учеников в Иисуса важны два момента. Прежде всего, как я уже отметил, они верили в мессианство Иисуса. Вы слышали, что сказал Петр? За кого вы почитаете меня, спрашивает Христос, 20 стих. И Петр отвечает, за Христа Божия. Христос это греческое слово, и оно означает мессия. То есть помазанный, посланный. Евреи с охотностью употребляли слово мессия, ну а в греческой среде более понятно было Христос. И ученики верили в Иисуса как мессию, того, кого послал Бог на эту землю. Вы знаете, их вера была, конечно, сформирована Писанием. Вот в книге Второзакония Моисей говорит о пяти важных признаках мессии. «Послушайте, пророк из среды тебя из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте. И кто не послушает слов моих, которые пророк, тот будет говорить моим именем, с того я взыщу». Это одно из ясных пророчеств о мессии, и, конечно, евреи это пророчество знали. И прежде всего, мессия должен быть пророком. «Пророка из среды тебя», – сказал Моисей. А кто такой пророк? Ну, пророк – это человек, который может очень точно, стопроцентно предсказывать будущее. Обладал ли Христос такой способностью? Абсолютно. Именно Он предсказал, что Евангелие будет проповедано по всей вселенной, во свидетельство всем народам. Это мы с вами видим. Христос предсказал неуничтожимость христианской веры. И в этом мы тоже убеждаемся. Он предсказал о разрушении Иерусалима, о появлении многих лжехристов, о взрыве межнациональных конфликтов. Христос предсказал о моральной распущенности людей, об унынии в народах от ожидания бедствий, грядущих на вселенную. Все это, мы видим, исполняется, а многое уже исполнилось. И далее, пророк – это не только тот, кто может предсказывать будущее. Пророк – это тот, который имеет силу от Бога обличать пороки людей. И разве этим не был отмечен наш благословенный Господь? Прочтите 23 главу Евангелия от Матфея. Прислушайтесь к этому обличительному пафосу речи Спасителя, как Он говорил фарисеям, «Горе вам, книжники фарисеи и лицемеры!» И, конечно, пророк отличался святостью. И разве кто-нибудь мог изобличить Иисуса в неправде? Таким образом, когда ученики вспоминали этот текст Писания и его прикладывали к личности Христа, они говорили, что все совпадает. Он – истинный пророк. Но Моисей не только на это обратил внимание. Вторая черта истинного Мессии в том, что Он будет евреем. «Из братьев твоих, как меня». И, следовательно, отсекаются все претенденты не из еврейского народа названия Мессию. Именно поэтому исповедующая церковь в Германии отвергла Адольфа Гитлера, которого другая отступническая часть церкви провозгласила Мессией. Мессия может быть только евреем, не немцем, не русским, не корейцем, как теперь некоторые признают за Мессию корейца Муна. «Из братьев твоих». В-третьих, Мессия будет знаковой фигурой. «Пророка, как меня, воздвигнет тебе Господь». Вы знаете, авторитет Мессии должен быть не ниже авторитета Моисея. Если вы посмотрите, сколько сегодня последователей у Моисея и сколько последователей у Христа, вы обнаружите, что авторитет Христа несравненно выше. Миллионы, миллионы людей в двухсот странах мира пославляет Его имя. В-четвертых, Мессия должен быть посланным самим Богом. «Воздвигнет тебе Господь Бог твой». И вы знаете, трижды Бог явным образом свидетельствовал о том, что Иисус – Его посланец. Вы помните, при крещении – это Сын Мой, возлюбленный в Котором благоволение. Это также было во время преображения. Это было также и в то время, когда Господь молился у гроба Лазаря, когда Господь Отец провозгласил, прославил и еще прославлю. В-пятых, Мессия должен быть непререкаемо-почитаемым. Моисей сказал, «А кто не послушает слов Моих, которых Пророк тут будет говорить Моим именем, с того я взыщу». Это очень строгое слово Бога. И вы знаете, еврейский народ, когда отверг Моисея и его заповеди о том, что они должны поклоняться только одному Богу и не иметь никаких кумиров, вот за это преступление народ был переселен в Вавилонский плен на 70 лет. А вот когда еврейский народ отверг Сына Божия, своего Мессию, Иерусалим был разрушен, как и в первый раз. Но вот это рассеяние, это пленение продолжалось почти 2000 лет. Наказание более суровое, чем первый раз. Таким образом, наша вера должна очень четко сознавать, что Иисус – это Божий посланец, единственный, неповторимый, и нам нет нужды ждать еще кого-то. И также Мессия является и Сыном Божьим. Петр сказал, «За Христа Божия». Другие Евангелия передают более развернутым образом исповедания Петра, «Ты, Христос, Сын Бога Живого». И, конечно, быть Сыном означает иметь ту же самую божественную природу, что есть у Отца. И это очень важно. Дорогие друзья, вы знаете, что свидетели Иеговы говорят об Иисусе как о Спасителе, но они отрицают, что Иисус является Сыном Божьим и имеет ту же самую природу, что и Бог. Они говорят, что Иисус – это Архангел Михаил, значит, Иисус сотворенный. Но у сотворенного Иисуса не может быть божественной природы, как не может быть человеческой природы у фотографии, которые вклеили в ваш паспорт. Иисус – Сын Божий. То же самое мормоны проповедуют ересь, когда утверждают, что Иисус является одним из многих сыновей Бога. И Сатана – Сын Божий, Иисус – Его брат, и так далее. Писание говорит, что у Бога единственный Сын, единородный Сын. И Христос сказал, если не уверуете, что это Я, что Я и Мессия, и Сын Божий одновременно, то вы умрете во грехах ваших. Не все равно, в какого Иисуса люди верят. Точно так же, как не все равно, за кого выйти замуж. Не все равно, на ком жениться. Не все равно, какие лекарства принимать. И все, кто верит во Христа иначе, чем верил апостол Петр и его собратья, никогда не смогут рассчитывать на спасение. Наша вера, еще раз повторяю, должна быть математически точной. Иисус есть Мессия, Иисус Сын Божий одновременно, Бог во плоти. Дорогие друзья, как ученики могли прийти к этой вере? Ну, вы скажете, конечно, вот они читали Писание, они посмотрели, да, вроде Христос подходит. Несомненно, Писание очень важно в том, чтобы уверовать в Иисуса Христа как Сына Божий, как Мессию. Но поверьте, должно быть что-то и еще. И это еще объяснил сам Христос. Тогда Иисус сказал Петру в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоти кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. Конечно, Отец использовал Писание. Но было еще неосознанно Петром и его собратьями вот это воздействие Божьей благодати, когда их слепые очи вдруг прозрели. И они увидели в Иисусе того, кого в упор не хотели и не могли увидеть фарисеи и книжники. Подумайте вот о чем, братья и сестры. Первосвященники были библейски более образованными, чем апостолы. Более того, они слышали проповеди Христа, видели его чудеса. Сам Христос приводил им ясные доказательства из Писания о его божественности. Однажды, когда они собрались, он их спрашивает, что вы думаете о Христе, чей он сын? Они отвечают, Давидов говорит им, как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит, сказал Господь Господу моему, сидя одесну и меня, доколе положу врагов твоих под ножьи ног твоих. Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? Видите, какой прямой вопрос. Христос как бы подталкивает их к единственному верному ответу, что Мессия, да, обладает человеческой природой, поскольку он сын Давида, но и поскольку Давид его называет Господом, он еще и Бог. И вы думаете, когда это Писание прозвучало к фарисеям, они склонили свои сердца перед Христом? Нет. Они были прижаты Писанием к стенке, но они не уверовали. И более того, во время допроса в Синдрионе они использовали этот момент, что Иисус признавал себя Сыном Бога для того, чтобы его обвинить в богохульстве. Первосвященник спросил его и сказал ему, ты ли Христос Сын Благословенного? И Иисус сказал, я, вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силой грядущего на облаках небесных? Тогда первосвященник сказал, на что нам еще свидетели? Дорогие братья и сестры, к чему я это говорю? Я это говорю вот для чего. Если в вашем сердце есть живая вера в то, что Иисус Мессия и Божий Сын, никогда не скажите. Я эту веру обрел, потому что в церкви преображения мне хорошо пастыря объяснили. Я приобрел эту веру только лишь потому, что вот я читал Писание, исследовал его. Снова скажу, первосвященники были мудрее нас, осведомлее, более осведомленными в Писании Бог им не открыл. Поэтому если вы верите от сердца в Иисуса, то тогда прославьте Бога, что Он вам открыл через Писание, Он открыл вам через влияние Святого Духа, что Иисус является Мессией, является Божьим Сыном. И поэтому прославляйте Иисуса как Бога во плоти, молитесь Ему, служите Ему как Богу. Это первая составляющая веры. Вторая составляющая спасительной веры. Такая вера признает необходимость искупительной жертвы. Когда Иисус выслушал исповедание Петра от лица апостолов, Он сказал им следующее. Он строго приказал им никому не говорить о всем, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержен старейшинами первосвященниками и книжниками и быть убиту и в третий день воскреснуть. Христос открыл им, что вот в этой вере их в Него как Мессию, как Сына Божьего должна быть еще одна очень важная часть вера в необходимость искупительного подвига. И вы знаете, вот эта вера в необходимость искупительного подвига далась апостолам очень-очень сложно. Посмотрите, что говорит Евангелие Лука в этой же 9 главе только 43 стиха. Все удивлялись величию Божию, и когда все дивились всему, что творил Иисус, Он сказал ученикам Своим, вложите вы себе в уши слова сии. То есть еще раз Христос говорит на ту же самую тему. Сын человеческий будет предан в руки человеческие, но они не поняли слово сего, оно было закрыто для них, так что они не постигли его, а спросить его о всем слове боялись. И более того, евангелист Матфей сообщает, что для Петра было очень неприятно услышать, что Христос пойдет на страдания. Он его отозвал и начал ему прикословить. Будь милостив к себе, да не будет этого с тобою, не нужно идти на эти непонятные страдания. И тогда Христос обратившись сказал Петру, отойди от меня сатана. Ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Братья и сестры, почему слово о страдании Иисуса было закрыто для учеников? Только лишь потому, что они были наполнены иными ожиданиями и в сердце не было места для темы о страдающем Христе. Мы очень часто говорим, что ученики ожидали земного царства, земной славы, популярности. Лука говорит, это слово было закрыто от них, и они не могли постигнуть его. Я хочу сказать, что был Божий план в том, чтобы скрыть от учеников значение искупительной смерти Христа. Скрыть, конечно, не навсегда, скрыть только на тот момент. Этим Господь показал следующую очень важную вещь. Показал тебе и мне, показал всем людям. Вера, которая не принимает искупительный подвиг Христа, какая бы возвышенная, какая бы интересная она ни была, какая бы высокоморальная она ни была, неизбежно потерпит урон, неизбежно надломится. Так было с учениками. Вы помните, они все соблазнились в Иисусе Христе, все его оставили. Почему? Потому что этот важный составляющий момент, второй момент, не присутствовал в их вере. Конечно, Господь восстановил их веру, опять-таки, Он им открыл Писание, говорит нам Слово Божие, и еще я добавлю, Он открыл им ум к разумению Писания, и вот тогда это некогда скрытое Слово, оно стало частью их веры. И вот апостол Петр, который когда-то не мог понять значение искупительного подвига Христа, затем настолько проникся им, что считал распятие Христа центром христианской веры. Вот несколько цитат из его первого послания, если вы его просмотрите, вы обнаружите, что в каждой главе, а их пять в первом послании, Петр говорит о значении голговского подвига Христа. Он говорит, что жертвой Христа, мы были искуплены от суетной жизни, что жертва Христа призывает нас к подражанию Ему, что жертва Христа дарует нам прощение, освобождение от греха, что она приводит к общению с Богом, побуждает нас к жертве за Него, что является залогом нашей вечной славы, обязывает нас дорожить друг другом. Все это вы найдете в послании Петра. И если мы понимаем значение голговской жертвы Христа, так, как понимает Петр, тогда у нас действительно истинная вера. Если мы живем голговским подвигом каждый день, если мы признаем, что все наше богословие можно свести к этим четырем словам «Он умер за меня», тогда наша вера обязательно приведет нас к вечной жизни. Но есть и третья составляющая этой веры. Спасающая вера послушно заповедям Христа. Вы видите, Христос остановился всего лишь на одной очень важной заповеди, несомненно, он их больше сказал. Но в этом месте, в этом случае, он остановился как бы на основной, на базовой заповеди. Он призвал учеников к самоотвержению. «Если кто хочет идти за Мною», сказал Иисус, «отвергни себя, возьми крест свой, следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу мою ради меня, тот сбережет ее». Братья и сестры, обратите внимание, Господь сказал, кто хочет идти за Мною. Он не сказал, кто уже идет за Мною, кто стал Моим учеником. «Пожалуйста, вот теперь к этому, к тому, что вы уже сделали, добавьте следующее, себя отвергните». Он говорит, что христианская жизнь начинается с этого, и на всем ее протяжении мы будем постоянно возобновлять принятые при нашем обращении решения умереть для себя. Что значит отвергнуть себя? Это значит добровольно отказаться от всех своих прав самому управлять своей жизнью, принимать собственные решения в отрыве от Писания. Это значит перестать руководствоваться мнением грешного мира. Это значит подчинить себя господству Иисуса Христа в каждой сфере нашей жизни. Отвергнуть себя, как это глубоко смирять нас. Обратите внимание, Христос не спросил учеников вот о чем. За кого почитает вас народ? А ведь кажется можно было об этом спросить. Уже два года ученики Христа следуют за Ним. И разве не чтит их народ за великих апостолов и богословов? Разве не любопытно узнать, чтит ли их народ за героев веры? Чтит ли он их за целителей и проповедников? А ведь ученики уже примелькались. Народ то приметил, что они неразлучны с Христом. Народ то уже слышал их проповеди и переживал, как они исцеляют людей, как они изгоняют демонов. Они уже кормили многотысячные толпы. И казалось, самое время поинтересоваться рейтингом учеников. Чтобы они узнали, какие они значимые люди. Но вы знаете, вопрос рейтинга вообще не волнует Иисуса Христа. Его не волнует и наш рейтинг. Его не волнует, братья и сестры, наши обиды по поводу того, что кто-то нас не заметил, кто-то нас не уважил, кто-то не похвалил, кто-то нас оскорбил. Абсолютно не важно, что о нас скажут люди, что о нас думают они. Маргарет Тэтчер когда-то говорила, если вы оцениваете себя на копейку, не ждите, чтобы кто-нибудь оценил вас дороже. И вот вопреки советам набивать себе цену, Христос учил апостолам, когда исполните повеленное вам, это Луки 17 глава, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Слово не стоящие буквально означает негодные. Христос не воспитывал своих учеников в сознании собственного величия. Он не поднимал их самооценку. Он желал одного, чтобы никогда имя учеников не было прославляемо. Он желал, чтобы только его имя, как Мессии, как Сына Божий, как Спасителя всех было прославляемо. И если о нас кто-то забывает, нет никакой беды в этом. Ведь не от учеников спасения от греха и искушений, не от учеников крещения Духом в одно тело Христово, не от учеников славы вечной жизни. Все от Бога, все для Бога, все к Богу. Писание говорит, царю же веков, нетленному единому премудрому Богу, честь, слава во веки веков. Вот почему не следует заботиться о собственной славе, а только о славе Христа. И когда мы станем заботиться о славе Христа, этим самым мы неизбежно отвергнем себя. Невозможно стяжать славу Христу и себе. Когда вы попытаетесь совместить эти несовместимые вещи, вы будете бесславить Христа. Так что отвергнуть себя, это подчинить себя одной цели, жить для славы Христа, руководствоваться волей Христа. А взять крест, это значит сознательно избрать такую жизнь, которой жил Христос. Это может включать в себя очень много неприятных для нас моментов. Это противление со стороны близких, укоры мира. Иногда это может быть отказка от каких-то удобств. Это послушание водительству Святого Духа, это путь одиночества, это клевета и позор, это смерть для себя и для этого мира. И следовать за Христом, это подражать Ему в мыслях, словах и поступках. Дорогие друзья, один из служителей поместил на видном месте высказывания безымянного автора, которое должно ему всегда напоминать, что его я должно быть неизменно унижено, а Божье имя прославлено. Я хочу напомнить вам это удивительное высказывание и им завершить слово. Когда о вас забывают, вами пренебрегают или преднамеренно ставят ни во что, и ваше сердце жалят укоры или оскорбления, но в нем царит радость по поводу того, что вы удостоились пострадать за Христа, то это умирание вашего я. Когда ваше доброе дело подвергается злословию, ваши желания встречают противодействие, вашими советами пренебрегают, а над вашим мнением смеются, но вы не даете места гневу в своем сердце и даже не защищаетесь, а принимаете это молча с любовью и терпением, то это умирание вашего я. Когда вы с терпением любовью выдерживаете любое неудобство или несоответствие, беспокойство, стоите перед убытком, глупостью, сумасбродством, духовной бесчувственностью и переносите все это, как переносил Иисус, это умирание вашего я. Когда вы довольны любой вашей пищей, любым предложением, одеждой, климатом, обществом, отношением к себе, любой преградой по воле Божьей, это умирание вашего я. Когда вы в беседе не стремитесь выставлять себя или упоминать о своих добрых делах, не ищите себе похвалы и по-настоящему стараетесь оставаться в тени, это умирание вашего я. Когда вы видите, что ваш брат преуспевает, получая ответы на свои нужды и можете искренне радоваться с ним и не чувствуете к нему зависти, не вопрошаете об этом Бога, хотя ваши личные нужды гораздо больше и вы находитесь в отчаянных обстоятельствах, то это умирание вашего я. Когда вы можете принять от кого-либо гораздо ниже себя по положению замечание или упрек и со смирением отнестись к нему как внешне, так и внутренне, и в вашем сердце не появится ни раздражения, ни недовольства, то это умирание вашего я. И вот это должно длиться всю нашу жизнь. Даже апостол Павел сказал, я каждый день умираю. И мы должны отвергать себя, не ради самого отвержения, мы должны отвергать себя ради успеха в ученичестве, ради того, чтобы было больше у нас духовности. Вы знаете, чем меньше будет нашего я в нас, тем больше будет Христа, чем больше Христа, тем больше благословений, мира, радости и в душе, и в семье, и в церкви. Дорогие друзья, христианство не для малодушных, христианство для мужественных людей. Я уже говорил не раз, что 80% страдальцев за убеждение это христиане. И когда я слышу сегодня от людей, которые себя называют христианами, то, что у них нет времени на молитву, на изучение Библии, что они не могут посещать церковь из-за великой занятости, я думаю и хотел бы говорить, кого вы обманываете вот за эту веру вялою, дешевую, неконкретную, Бог и ломаного гроша не даст. Эта вера приведет вас в преисподнюю. Если вы не можете пожертвовать для Христа 15 минут утром и 15 минут вечером, если вы не можете пожертвовать для Христа воскресенье, то не говорите, что ваша вера нормальная вера. Это никуда никудышнее вера. Это вера бесовская, потому что именно демоны признают существование Бога, но они не жертвуют для Христа ни силами, ни времени. Известный русский писатель Николай Лисков оставил любопытную запись в своем дневнике. Послушайте, 2 марта 1845 года. Три года прошло без всякой перемены в жизни. Домик свой учреждал да занимался чтением отцов церкви историков. Вывел два заключения, оба желаю признавать ошибочными. Первое, что христианство на Руси еще не проповедано. А второе, что события повторяются, их можно предсказывать. О первом заключении говорил с довольно умным коллегой отцом Николаем и был удивлен, как он это внял и согласился. Да, сказал он, сие бесспорно, что мы во Христа крестимся, но еще во Христа не обликаемся. Значит, не я один сие вижу и другие видят. И вот важный вопрос. Но отчего же им всем это смешно, а моя утроба сим до кровей возмущается. Дорогие друзья, если бы это святое возмущение, слабой никудышней веры пронзило бы сердца нашего народа, как было бы хорошо, какое было бы покаяние среди людей. Мы сегодня услышали об этих важных элементах спасающей веры. Я хотел бы спросить вас, дорогие друзья, пришедшие в дом молитв, может быть, вы уже и не расходите. У вас такая вера или другая? Всякая иная вера приведет вас к гибели. Не лучше ли вам сегодня попросить у Бога спасающей веры? Не лучше ли вам сегодня пройти сюда вперед и помолиться Богу, чтобы Он открыл ваши духовные очи, чтобы для вашей души просиял Иисус как Мессия, как Бог, как ваш Спаситель, чтобы для вас драгоценен стал Его голговский подвиг, и чтобы начался новый этап вашей жизни, в котором главным мотивом будет все для славы Божьей и ничего для себя. Совершите такую молитву. Я призываю всех нас, братья и сестры, совершить эту молитву, раскаиваться в нашем эгоизме, в наших попытках искать своего в церкви или в семье или в обществе. Будем искать того, что угодно Господу, что служит Его славе. Аминь. Помолимся. Господь 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 Богом, чтобы действие Бога было более плодотворно в нас. Ты знаешь, что нам каждый день приходится принимать решение быть верным Тебе или служить себе. Прости нас, что часто мы уступали себе. Прости нам, что мы часто искали своего. Прости и помилуй нас. Но мы молимся Тебе, как Ты помог Твоим апостолам, как Ты их сделал несгибаемыми борцами за истину, как Ты их сделал пламенными свидетелями Твоего Евангелия. Ты тот же Божий наш, сделай это с нами. Мы сознаем нашу слабость, мы сознаем полное бессилие самим верить по-настоящему. Но все, что мы можем сделать, это низко склониться перед Тобой и сказать, вот мы Господь, возьми нас в свои святые руки. Умножь в нас Твою дивную веру. Мы просим во имя Твое святое. Аминь. Пожалуйста, садитесь в служение хору. плечоя. Редактор субтитров Продолжение следует...